Всем приветик! Продолжается серия видеоблогов о жизни Невера с сервер моими глазами. Сегодняшний мой гость – представитель Запада. Этот человек хоть и не был с самого начала создания сервера Невер, но он был в гуще событий, вот именно очень интересных и важных таких перемен, ключевых политических игр, и в общем-то он как западник может показать историю сервера немножечко с другой стороны. Все мы помним рассказы Эхо, и мы помним биографию сервера, которую мне помогла выстроить Хеллочка. Моего гостя зовут Илья, и играет он за персонажа Лори Эльф. Привет, Илья! Привет! Мне тебя посоветовали как человека, скажем так, представителя Запада. Ты побывал в гуще событий как раз-таки в очень интересный период на Западе, но конкретно по этим всем фактам я тебя попозже расспрошу. Расскажи давай сначала о себе вообще, как ты пришел в игру, чем ты занимался, чем тебя привлекла эта игра, кто посоветовал, и что тебе вообще больше нравится в этой игре. Ну, мне посоветовал мой друг, очень хороший друг. И мы начинали с сервера Анталон. Сначала мы бегали без гильдии, просто в группе, получается, три человека, а потом решили создать одну гильдию, получается, и убрали всех. Но мы не знали всей фишки игры, получается, и просто бегали и возили паки. Затем прошло чуть-чуть времени, и я поссорился со своими друзьями, вышел, создал свою гильдию, они остались в той же. Потом в более сильную гильдию они уступили, свились, получается. Первое впечатление — это графика, графика игры. Это красота, красота насыщенности всех текстур. Того же самого вот, просто ты бегаешь, допустим, или что-то вот, допустим, особенно вода. А вода отразила большее впечатление, чем все остальное, получается. Потому что вот ты в других игр, получается, ты этого не видишь, получается, этой графики. А здесь она присутствует. Ну да, Архейдж была первая, которая так шокировала своей практически реалистичностью. И, наверное, после нее только начали все уже больше думать о графике, чем о какой-то игровой составляющей. А какие обновления ты бы хотел отметить? Ты же, я так понимаю, играл не переставая, правильно? То есть все хроники, вот эти все глобальные такие перемены ты встретил. Да. Вот. А какая тебе больше всего перемена в Архейдж понравилась? Ну, первая перемена, которая мне вот реально запомнилась, это, что я делал, это когда, получается, добавили данж Героев Бездны. Это вот просто понимаешь, я, его добавили, получается, я туда каждый день просто, я пока меня занимался, я просто туда ходил и там одевался. Потому что для себя я крафтить не любил, что-то покупать у меня, я, в принципе, я голду сюда не вливал вообще в игру, я только там оплачивал премиум, все. А так, в принципе, сам крутился, где-то что-то продал, где-то что-то поединил, там, еще что-то. И еще один момент такой, который вот, в принципе, во всех обновлениях, которые были 1.8, 2.0, там, да, присутствуют и плюсы и минусы, но сейчас мы не будем, конечно, перечислять все какие-то минусы, какие-то плюсы, просто, в принципе, самое такое, это, я не помню, в какой обнове там Героев Бездны добавили. Я тоже, честно говоря, не очень помню, но вроде как либо 1.7, либо 1.8, вот что-то из этих. Потому что в 1.2, по-моему, еще не было, но я в нее начала ходить вот уже в 2.0, когда колечко сделали, новое, аналог на Гошарскому, я вообще про эти данжи даже не знала. Ясненько. А каким классом ты начал играть? Чем вообще ты? Какая тебе игра больше по душе? Саппорт, хил, дд? Ну, в принципе, вот, заглянем на другую игру, вот, мне нравятся мили-классы. Мили-классы мне нравились в других играх. Я не знаю, почему, потому что вблизи, получается, когда ты или пвпшишься, или пвешишься, и есть какая-то острота, или, допустим, когда вот именно пвп, у тебя просто вырабатывается адреналин. И, в принципе, когда вот ты бьешь противника своего, то, не знаю, ты бываешь, у тебя адреналин вырабатывается, и ты просто путаешься в этих клавишах, допустим, ты просто получаешь какое-то удовольствие от пвп, именно. Просто не понимая, там, те классы, которые там бьют, там, издалека, лучники, там, еще что-то, нету такого. И мой первый класс, это был гладиатор. Вот, бегал просто, дамажил гладиатора. Мне многие говорили, что, блин, это не дамажный класс, как ты так ходишь, убиваешь мобов, как ты вообще качаешься, получается. И удобно ли тебе? Я говорю, да мне пока, в принципе, я не жалуюсь. Потому что это было начало игры, ты познавал этот игровой мир. Расскажи мне про гильдию, в которой ты был до трансфера, вот именно про Анталон. Чем вы занимались там, какая у вас была цель у гильдии, сколько у вас было? У нас было онлайн. Гильдия называлась Альтер Вита. Когда я туда вступил. Анлайн, ну, не превышал 100 игроков. Допустим, был онлайн в районе 80-90. Может, я как-то где-то прерва, ну, собрал, может, или что-то. Я просто не помню. Но я помню точно, чтобы где-то 80 было. Да, это гильдия присутствовала, она, получается, преследовала, там, допустим, забирать РБ. Потом они занимались там гильдийскими паками. Тут, получается, вот угловый семейник, он засаживал все угла, там, получается, когда все уже паки были готовы. Бросс 10-15 шхун, и мы на кубу просто плыли, получается. Еще до того, как я вступил в Альтер Виту, они тоже возили паки, получается, и там такая большая очередь из 80 человек устраивалась, и просто по очереди, получается, в голове отдавали паки, а он сдавал. И куда шли эти деньги все? Ну, деньги шли бы были... Я, конечно, всей информации не знаю, но могу предположить, что они уходили на столы, на защиту замка, который первая гильдия построила Альтер Виту, на защиту замка, чтобы там дефать этот замок. Потом были какие-то еще темы, куда можно было их, получается, на второй замок. Мы вот, они вот топили эту голду, получается, покупали, ну, опять же, столы там, что-то еще, зажор какой-то, да, получается, раздавали, и в итоге взяли второй замок. Но... это сейчас вот не по этой теме, получается, может, я не помню, я не знаю, но... Я ни разу не видел, чтобы у кого-то либо одевали за эту голду. Замка или за паки. Просто это было обязательно, обязательно для всех, чтобы они поехали просто паки на гильдию пару раз, все. А расскажи мне теперь, как вы собрались на Невер? Кто был инициатором этой идеи? Сколько людей с вами перешло? И чем вы вообще занимались? Как вы захватывали там позиции? Вот именно уже, точнее, не там, а тут уже, на Невере? Ну, дело в том, что, допустим, вот, когда я был в Альгарите, там одного человека бомбануло. Бомбануло так, что, допустим, мы Крахина забрали, но под ником человек, бомбочка, он дроб не отдавал главе Аллаида. Почему? Потому что он хотел отдать это сильненнику. Сильненнику почему отдать? Потому что сильненник работает там на огородах, засаживает в уголах, но в рейдах не участвует. И просто по блату получается, чтобы он получил этот глайдер с Крахина. Но другие люди, которые ходили на рейды, зажрались, и старались получить определенные очки, допустим, ДКП, чтобы залтать этот глайдер. И вот глава так поступил, получается, нечестно поступил, потому что, ну и вот бомбочку бомбануло, он дроб не отдавал. Он потом заходил в Мампл, там общался, там, короче, общался, очень грубо, ну, там они, мне за собой на матах, в принципе, вообще, потому что там, ну, реально нечестно. Даже я считаю, потому что я на рейды не хожу, уже не ходил, получается, ну, я ходил, получается, но очки мало получал по поводу того, что, потому что у меня время не подходило. Ну, понятно, часовой то есть. Да, и бомбочка, получается, создал гильдию, я не помню, как она называлась, но он создал гильдию, получает, и те, кто был недоволен главой Алоида, получается, они пришли к нему. И мы потом просто, мы перешли, получается, где-то человек под 40, 30 человек, и просто бегали, бегали там, сходили пару раз в рейды, получается, и все. Я потом к нему захожу, и прошу, слушай, бомбочка, а что, что это, как дальше будет вообще продвигаться, что будем вообще делать? У меня там начинает рассказывать, что я собирался, собирается уходить с игры, уходить в Ауфграфт, Вовку, да, и, в принципе, да вы там решайте между собой, кому главу оставить, получается. Ну, я собираю всех, допустим, да, я не собирал, я просто зашел к ребятам, где большинство было, и поговорил, ребят, что будем делать, как вот это вымылось ситуацию. С ним, к нему ходили, неоднократно, с ним говорили, по поводу того, что, может, ты там останешься, как так, ты уйдешь. мы все, я отдали главу Аурори, на тот момент она сейчас вот за пиратов играет, вот, ну и была глава Аурора, получается, мы какие-то цели не преследовали, я не понимаю того, что, допустим, глава дали, получается, ну все, это должен, получается, это вторая работа, то же самое, понимаешь, это то, что ты там, типа, какой-то директор, или голова-то чего-то, понимаешь, какой-то компании, то же самое, что и гильдия, ты тоже, получается, с людьми работать, ты тоже с ними общаться, должен куда-то водить, там, для каких-то, либо, допустим, даже темы, какие-то предлагать, допустим, ребят, давайте займемся этим, или этим, допустим, или давайте займемся тем, что будем повышать экипт наших гильдий, допустим, или одевать кого-то, ну, в принципе, вот так. Я этого не увидел, получается, и писал в союз. В союз писал, получается, у меня был РК от старой моей гильдии, у меня был РК, и я писал в союз, там, офицеры маленьких гильдий, прошу вас там, или зайдите в РК, пообщаемся. И вот большинство позаходило, и я ребятам прижигаю. А на тот момент, на Востоке, сильнейшая гильдия была Феникса. Она вздрала все, не мешала всем, гопала все. Вообще, ничего, никому ничего не давала, пожалуйста. Была самая гильдия, сильная гильдия Феникса. Ну, и мне это надоело, мне просто не получается, надо что-то предпринимать, потому что нельзя просто сидеть, получается, и смотреть, как тебя убивают. Я просто офицерами позвал, получается, глава, некоторые дошли, офицеры, и поговорил, получается, ребят, давайте что-нибудь предприним, получается, или давайте в одной гильдии, давайте просто пока для начала союз гильдий, потому что, вы сами видите, какой мы жопе оказались. Мы поговорили, получается, у кого-то были какие-то недовольства в другом гильдии, из-за того, что вот некоторые гильдии, у них между собой вар был. Я говорю, ребят, может, как-то остановим вот этот конфликт, может, как-то вы поговорите, там, обсудите между собой. И у нас вышел разговор так, что не согласны были они. Допустим, я вот говорил, что не получится союза. Ну, я сначала говорю, союз, а потом говорю, не получится. Потому что надо в одну гильзу вливаться. Потому что надо в одной в ТС или в Мамли сидеть. Ну и вот. Я с ним поговорил, они... Что-то, может, подумал кто-то, может, как-то между собой обсудили. И потом я на следующий день захожу, и бац. Ну, тут, получается, человеку дают корону. Колосима на тот момент был. Он вел рейд на Даскшир. Я такой бац, я такой радостный, наконец-то уже, там, знаешь, некоторые гильдии вообще вулились в ультиму. Или создали новую гильдию, получается, в ультиму. Некоторые гильдии маленькие влились, получается, а некоторые остались. Те же самые Круссайдерсы. Некоторые люди меня поймут о ком. Ну и вот, потом, получается, они побегали где-то месяц с нами. И потом сами влились в ультиму. И все, ну, как бы, получается, какой-то, знаешь, вот, возник у нас, возникла полупа, получается, с Фениксом. И все, мы дали отпор. Мы были все радостны, то есть они того, что наконец-то Фениксом получили июлей. Ну, не знаю, как это сказать помягче. Нормально. Да. И потом пошел-поехал. Стали ходить на РБ, стали... Кракена вроде забирали. Но у Фениксов, я слышал, у Фениксов тоже произошел конфликт. Плавной, который выходил Фениксов на рейды и на ПВП, у него с кем-то конфликт произошел, получается, с Универсовом вроде, что ли. Ну, и его сильное КП, сильное КП вот реально в ПВП, во всем ПВП просто вот убивало всех. Просто откололось эти. И все, и Фениксы просто начали вымирать. У них ничего не получается. Там, допустим, мы их нагибаем, там, и еще что-то. В Луной с них знакомый. По-моему, это как раз те ребята, которые перешли на Мелиссару. Забавное совпадение. Ну, а как же дальше вы? Почему Невер? Объясню. Ну, у нас были друзья. Ну, конечно, не у меня друзья, а у кого-то были друзья. И они уходили с Конклава на другой сербик. Почему? Потому что Фениксы начали все забирать, вмешать, что-то фармить, отворить паки, те же самые. И у Конклава группа человек ушла на Невер. И вот, и тогда, когда мы уже все, мы образовались ультима. Это круто, это просто здорово. А для того, что мы начали забирать РБ, какие-то цели начали преследовать. Тут потом, получается, у нас был конфликт с Конклавом. Потом, как бы, этот конфликт прошел, мы помирились, и Оржунчик, глава Конклава, сложил такую, типа, вот, ребят, скоро трансфер, давайте перейдем, получается, на Невер. И все, получается, почему поддержали? Потому что умер Восток. Не было, ни с кем было, на Доскшир, никого не было, допустим, не ходили, коты вообще, грубо говоря, никто ничего не мешал. То же самое, понимаешь, то же самое, то, что скучно было. Скучно было, нет, просто ПВП и все, нету ПВП и все, все потеряно. И вот такой шанс, предоставился нам, прийти на Невер, получается, все таки загорелись, да, конечно. И тут начали спрашивать у человека, Ржунтик вроде с кем-то разговаривал, может с Биммером, для того, что, Биммер, как же там обстоит, у вас дело там, на Невере там, и он начал рассказывать, что ПВП есть, тут Восток рулит, типа. И мы такие загорелись, на ПВП с котами, да ну нафиг. Ну и вот, короче, все. Мы этого просто ждали, мы оставили заявку на сайте, и это было проблемой. Проблема в том, что паки возить вроде, ну, может было, но на на огороде лазить было, нельзя вообще пользоваться. Чем-то еще пользоваться, было запрещено. Что-то продавать, скорее всего, тоже было запрещено. По поводу того, чтобы перейти на патист-трансфер, на другой сервис. И все такие фаньки, блин, что же делать, я зашел в игру, некоторые заходили в игру, и просто говорили, блин, что делать, нечего делать, даже на огороде нельзя просто посидеть. Но были рады, рады в том, что скоро, скоро, скоро там будет трансфер. И как вы после трансфера, что вы делали первое, какие у вас задачи были, как вы к ним вообще, как вы реализовали себя? Ну, допустим, я вот был на работе, когда уже пришел, создали бильдию Бомбо Лайло. Мне жутко не нравилось это название, потому что смысла даже нет. ну да, бом-бом там, бомбит там человека, ну и ладно, да. Ну блин, можно было какую-нибудь эпичную фразу придумать для гильдии, допустим, или в какой-нибудь там, чтобы не подбирали всякие обзывательные в сторону гильдии, допустим, фраз. я просто перешел получается, ну, когда уже все, я зашел, зашел в игру, о, нифига, я на Невре, круто, зашел, получается, вижу, где для Бомбо Лайло, зашел, короче, в говорилку, там, мамбл, да, и что-то как-то не спешил я вступать в этики, где. Я сначала побегал, посмотрел, что-то, как, да, просто для всех тоже новинка была, получается, некоторые тоже просто половина, где-то, ну, что-то как. У нас превышало, там, выше 50 человек было, потому что, там, ну, там, много гильдий на антолоне в одну слепились, там, и где-то было у нас полтора Тейда. На тот момент, напомню про Голодон, а Голодон играл на Луции вроде, и он тоже перешел, получается, начал по-новому качаться, там, такое, получается, тоже перешел, получается, на Невер. Своим, там, друзьям, товарищам получают по игре. И у нас первый же сбор на рейд, на Голема собрались люди полтора рейда. Это было здорово. Это просто, я раньше собиралась по 23 человек, конечно, да, сейчас тут просто ты своим глазам не верю. Это было, это было здорово. Ну, и первый ряд, получается, мы пошли на Голема, и там мы встретили Риборнов, первого противника нашего. его просто, их было рейд, и нас было полтора. Были выкта для того, что коты, наконец-то коты. Мы просто убили их, а нам просто не оставалось выхода. Потому что мы так долго ждали, это вроде неделю, не было ПВП для нас нормального. А тут все. Тут, понимаешь, это просто какой-то, можно сказать, ритм или гимн войны такой, знаешь, на всех так повлиял из-за того, что рит готов, все, они наши, мы их убьем. Ясно, вдохновились и пошли в бой. Да. А на тот момент, что было на Невере? Кто доминировал? Кто оказался вам союзником? Кто главным врагом? Ну, мы на Невер туда переходили, мы не знали никто, кто нам союзник, кто противник получается. после того, как мы начали БУПшиться с реборнами, и на западе были, типа, тоже такое название реборн. Реборн или что-то типа такого. Ну, и все, мы получаем реборн, мы покажем и котов мы нагибали. И Юнион, Дильдия Юнион. Да. Скажу так. Дильдия Юнион, на тот момент мы, у нас было много, много людей, и я потом как-то зашел, или меня перетащили, я просто услышал то, что к нам вливаются Юнионы. Я, ребят, стоп, 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 ребят, вы что делаете-то? Мы второй день, наяваре, получается, а вы уже кого-то хотите к нам в гильдию, что ли, чтобы какая-то другая гильдия влилась к нам? У нас, понимаете, у нас люди проверены, получается. А тут получается Юнион, могут оказаться те же самыми котами, понимаете? Как это не стоит этого делать? Ну, кто, кто, мое мнение, слушай, человек, который, просто, играет в игру, не офицер, никто вообще. Ну, меня не послушали, вот Юнион вступили в нашу гильдию, получается, все, там, глина, архементом, ты, еще кто-то там, допустим, и пошел, поехал, мы стали ходить на аренду, получается, прошел где-то месяц, у нас прошел месяц, и потом начались конфликты, конфликты между офицерами. Это как обычно, это вот у людей не сходится мнение, допустим, кто-то хочет так сделать, кто-то хочет так сделать. Ну, вот, на тот момент я, получается, начал собирать на Узрубаттеров, Узрубаттера, это, я как раз там в Эрнуанском ходил, там, рыцари, или храмов, неченик, ладно, неважно, ну, я водил эти рейды, получается, объяснял, как надо правильно Узрубаттеров фармить. Сначала начинал с Узрубаттер, потом Голем, Ашьяра, Марли, на таких арбек, на которых там реально нужно, чтобы тебя люди слушали, допустим, да, или прислушивали, что надо правильно делать, получается, Морфеус, Лоррея, Глеб, Глена на тот момент мы не фармили, когда еще осталоистов в нашей гильзии было, потому что это было очень сложно, мы один раз зафармили, потому что нас было много, потому что там надо на Глете очень хорошо командовать крыльями, допустим, потому что на Глете есть и там все разнобросы, все подорвают. Я вот просто с легкой хрбы начинал, и вот сейчас я офицер, Брэккенбэк, поднялся, долго поднимался, очень долго, потому что я не то, что ленивый, а просто боюсь ответственности, ответственности за людей, даже, допустим, которые теряли опыт, когда какие-то неудачные были РБ, получается, те же самые Големы, когда ребятам говорили, что эти там, они стоят в другой стороне вообще, они падали, теряли опыт. сами виноваты были. Да, ну, в принципе, для них казалось, что я виноват, потому что я крутил Голема, там еще, я говорю, ребят, как в смысле крутил Голема? Голема отбрасывает, в какой-то момент он отбрасывает схватку земли, применяет, как гипноза, получается, просто стоишь на месте, и он бывает на парашюбов подходит здесь, ты должен это видеть, должен это смотреть, уже не первый раз ходите на эту Голема, я много раз объяснял, много всем говорил, но один фиг, они падают, и это почему, потому что даже люди, которые вот выше возрастом, получается, 30-40 лет, получается, ну, у них что-то отсутствует, отсутствует интуиция, что ли, я не знаю, по-другому тут не скажешь, они не интуиция, не замечают, они просто стоят и бьют просто, как в мишень. Ну, у нас также воевали скотами и бывало такие маленькие перепалки с западом, маленькие перепалки, там не было такие большие гильди, которые, ааа, во, кто ты бы вспомнил, это, начальная гильдия была Dead Doggy, да, Dead Doggy, но, сначала был, у нас нейтральная сторона между нами и имя, но потом, что-то, какая-то перепалка получается, кто-то сделал скрин, кто-то кому-то отправил, и сказали, кто-то сказал, получается, что мы главные, ну, и вот, и потом начался вар, я помню, конечно, всей, там, информации, не знаю, по поводу, почему вар, почему, 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 потому что, начально были вар, получается, видимо, говорю, ребят, может, не надо, может, давайте, какой-то нейтролизм, то, блин, получится, что у нас со всеми будет вар, но это куда, куда это годится, вообще, ну, блин, они, в принципе, такой опасности нам не предоставляют вообще, а вы сейчас сделайте так, что они тоже соберутся в одну кильду, пусть и маленькие кильды, да опять же, будет у нас фигня одна, получится, как на анталоне, ну, кто-то, кто-то, поддерживал, поддерживал мои, эм, мои высказывания, кто-то, может, говорил, да нахер надо, мы сильнее, мы там, можем пвп, там, еще что-то, потом, получается, дедоги, поменяли название, ВВВ, но, на тот момент, они тоже, ходили на колема, и мы просто начинали с ними пока что, вот, и, ВВВ была маленькая гильда, допустим, да, не такая уж большая, там, рулил манс, был главой гильдей манс, и, на тот момент, я смотрел, что у них все, как сказать, сглажено, не сглажено, а командная работа у них, вот, по поводу пвп, пвп, как сказать, зерк, решать все, это мой короткий ответ, на это, пвп, скажем так, было, такое, маленькое, число людей, которые умели, реально пвпшиться, я в это число, не вхожу, так как я танк, так как я, тактик, нету никакого, влп, мое, мое дело, что, тянуть копья, и все, а остальное решали, дд, великие, лучники магии, как они поведут себя, все, в общем-то, так, хорошо, красиво, гладко, перешли, начали захватывать, хоть какую-то, территорию, да, там, рб, это все-таки, какой-никакой, но, престиж, это имя для гильдии, это достижение, но, в конечном счете, вы распались, кто виноват, какая была причина, что они поделили, почему? Ну, опять же, скажу про, дюнионы, дюнина и архимед, потому что, начали уже, как бы, ссоры, допустим, вот, даже, колосима, на тот момент, был главой там, бомбалэлла, и я ходил к нему, я говорю, блин, колос, блин, пипец, они, достал там, архимеда, ну, начиная на них, высказываться, в том, что вреди, реально, вреди, они меня доставали, из-за того, что, когда я, релик, это либо виду, они начинают, как-то поправлять меня, ну, это, пипец, бессилы, из-за того, что ты знал, что надо делать, я опять же, они поправляли, там, или какие-то перепалки, у нас возникали, потом, я ходил, колосима, ну, я переходил, колосима, в комнату, мам, бляда, и начал, уже, скажут, блин, они, бейте, они, у меня, вот, реально, бессилие, получают, потом, как-то все улеглось, но, у других офицеров, начали тоже, получается, какие-либо проблемы, или конфликты, ну, и вот, получается, потом, может, как-то колос, колосима, взглянул на эту ситуацию, он просто, так, оценивал, просто, молчал, получается, и слушал, либо, это тоже давал, но, и просто посмотрел на это, наверное, и решил, получается, включал, сидел в отдельной комнате с семьей, потом, другие, другие, другие к нему заходили, они потом ходили отдельно, куда-то-либо, на рейде, очень редко, и принимали приглашение, да, допустим, потом, честно, не помню, честно, реально, не помню, или какой-то, либо, какая-то, либо проблема была, или, а, скорее всего, они решили, ребят, давайте, мы выйдем, получается, мы хотим отдельно, от вас, или, как-то, они переиграли, может, как-то, и сказали, типа, ребят, давайте вторую гильдию, соберем, чтобы было нам удобнее, мы своими людьми, а мы своими, там, и получается, столица, которая пришла с Анталона, да, с Анталона, некоторые тоже с Анталона, кто переходил, получается, они остались в Бомбале, а кто с Колосима, там, двигался, там, общался, или играл, получается, они перешли в Асталон, а диск, произошло все это, я еще раз говорю, произошло все это, когда у офицеров нету, общего мнения, потому что, некоторые настаивают на своем, вот это, вот это, очередная проблема, потом, может, кого-то взбесить, получается, когда человек, делает по-своему, а другой офицер, получается, говорит, ну, давай, делай по-своему, у первого офицера не получается, и они начинают, блин, я же тебе сказал, надо так, там, и еще что-то, и начинается царач, да, пошел ты, да, еще что-то. Да, уж, без взаимопонимания и поиска компромиссов никакая структура долго не проживет, согласна. А, еще, когда вот, я хотел колосима, там, скажем так, говорю о проблемах, потому что я не могу реводить из-за того, что иный архиметр приходит. Но потом, как-то это все поугасло, поутихло, и, какой-то, не то, что доверие, допустим, да, а понимание появилось. Как бы они уже не стали того, как его это сделать, допустим, там, как-то тыкать не или, говорить, что надо делать. Ну, вот вы разделились, и что получилось вообще? На какой стороне ты оказался? Кто оказался против вас? Вы начали воевать или просто разошлись по разным сторонам? Для начала мы просто разошлись по разным сторонам. Это было начало. Начало конца, из-за того, что сначала был нейтралитет, потом последовали какие-то либо конфликты, но они были неизбежны, эти конфликты. Все знали, что так и будет. Но никого это не пугало, потому что большая часть осталась Бомбал Элла. То есть, большей частью остался я. но я не помню, конечно, или вроде я просто кого-то писал ему в ЛЭС, здоровался с ним, и он говорит, типа, что, пошли типа к нам. Ну, я такой, да, 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 сейчас я попуду чуть-чуть, повожу Либи, золотая для себя и приду к вам. И в итоге это опять же лень переходить. В принципе, у меня была, моя половина у меня было 50 на 50, допустим, перейти и не перейти. Хотелось, не хотелось. Хотелось, не хотелось, просто вот так вот где-то метался между этими, а потом как-то и успокоился, я остался в Бомбал Элла. На тепленьком местечке, да? Да. Но, в принципе, я тоже, я тоже мог валить рейды у автоловиста, допустим, куда-то-либо собирать, но, увы, там люди, меня половина ненавидело, ненавидело из-за чего? Из-за того, что, ты, конечно, понимал, я вредный человек, да, я вредный человек, и, как-либо, какие-то либо конфликты у нас возникали, да. Но, потом я, как-то, заходил, извинялся, потому что, ну, в какой-то мере я был неправ. Перед мужиками я не извинялся, получается, но, мы дальше общались, мы дальше играли, и потом у нас такое понимание было. Ну, гильдия бомбалела так и осталась. Мы ходили на рейды, фармилии РБ, приходили наши вары, это остоловисты, мы, конечно, не покашлялись, но, увы, у нас, опять же, зерк, тот же самый зерк, зерк решает, скажем так. И остоловисты просто приходили, получается, и мы их убивали. Но в каких-то моментах у нас приходило малое количество, допустим, ну, если просто у нас в зале, бывали такие моменты, да, не спорим. Потом, получается, мы, также обычно ходили на РБ, допустим, получается, я уже стал водить на ОРВ, там, еще что-то. И, с ВВ уходил, и, выходила игра, короче, Алоды, вроде. И, у нас, некоторые люди ушли туда играть, кто-то ушел с образовавшейся гильдии ВВВ, тоже ушли, особенно, глава гильдии Манс. Манс передал главу Аурелию, который тоже, как-то, вводил рейды, но, увы, как-то у него это плохо получалось, как-то, настраивал людей против себя. Некоторые говорили, что он натянул на себя корону, просто. Ну, и, время прошло, где-то две недели, получается, и от ВВ начали откалываться люди из-за того, что, нету того, что было у Манса. У Манса, у Манс просто водил, получается, рейды, нормальный рейд водил, там, БВП и ПВЕ. Потом, они стали из ВВ переходить в астрологисты. Кто-то тоже начал, там, из бомбоса тоже переходить, получается, в астрологисты. И вот, расстройство росло, росло, росло. И, один фиг, получается, что-то да не получалось. Ну, и, да, они заключали, там, союз с котами, приборными, сладом ОРТа, и, с кем-то еще, как Хелочка сказала в интервью. В том, получается, возникнет такая, тоже, между КП, когда с голдом водил рейды, вроде, у него, что-то, там, или, не получалось, или люди его не слушали, тупо. Ну, и, короче, он решил, получается, вместе с бимером, получается, создали, создали гильдию, ясно-понятно. Тоже, опять же, старая гильция, ушла от бомболева. Но, умелые люди уходят и создают новые гильзы. Это так же, как и с другими, тоже, получается, Ловнойс. То же самое, когда с Юниверсалом посрался, получается, и умелые люди ушли от этот Фениксов, и Фениксов и Рафалли. Из-за того, что люди с хорошими руками ушли. То же самое, что из бомболева, получается. Верные люди только остались. Допустим, остался. Почему? Потому что не хотелось мне. Я уже устал от того, что было на антологии. Летался металлский по гильдии, молонова гильдия, это круто. Да нет. Остался, почему? Потому что, не знаю, может, я больше ПВЕ-шер, чем ПВП-шер. Ну, почему я ушел в Брэкинбэк, это можно спросить в новые 2.0. Потому что гильдия состоит из 100 человек, а у нас в гильдии было 140 человек. И просто они, самые сильные игроки, ушли, получается, в Брэкинбэк, в новые гильдии. Сильные, которые, рыбаки, огородики, они остались в Бамбалэлла. В принципе, у нас так получилось в гильдии, грубо говоря. Но это как два состава считаются, правильно? Да, это как два состава. Но переходили те люди, которые ходят больше на рейды, допустим, Брэкинбэк. Бамбалэлла, они уходят на рейды, но очень редко. Понятно. После обновления 2.0, что такое можешь, вот как обновление повлияло на сервер? Что стало лучше, где стало хуже? Можешь, вот чисто твое мнение? После обновы 2.0 начали возвращаться те люди, которые ушли в другие игры, допустим, Манс, те же Деркс. Просто до обновы 2.0 они отдыхали, может, я не знаю, где-то в отпуске были, где-то отдыхали, получается. Некоторые другие тоже, я вот не ожидал, что вернется человек-гражданин. О, это вообще жизнь. Это человек, который был главой реборнов, когда мы пришли только на Невер, получается, и просто нагибали его. Ну, побеждали его. И люди начали возвращаться. В принципе, в обнове 2.0 2.0 мне нравится. Нравится в каком плане? Появились квесты на гильде? Это очень хорошо. Дело в том, что у некоторых людей они не вливают голду в игру, но появились в гильдии вкладка лавка и гравировки. Гравировки на аукционе, которые ломаются, они очень дорого стоят. Не каждый может себе позволить купить, допустим, и заточить, и загравирать себе полно и что-то еще. А тут масло для тебя открывается и делать квестные вот тебе и будет гравировка. Очень и очень нравится. сверкающий побережье конфликт всегда. Это пвп-зона, где можно просто пришел в любое время, получается, начинаешь ввп-шиться, а не как в других локациях, допустим, конфликт, а ты хонора не получишь за убийство, или кота, или там, ну и анина, получается. Сиркашка это большая банка хонора, просто. Ты пришел, получился с кем-то и все, и получил хонор, который ты хотел. Но, в принципе, на арене получишь больше, все больше выиграть. И самое, 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 что мне понравилось, это ты просто заходишь в календарь, заходишь в подарки. Вот это подарки получается, каждый день получается звездочка, там, вегатиля, камни странствия, особенно монеты дару, и с бельфинскими звездами, конечно, но они такие незначительные из-за того, что плюс, опять же, плюс в лобной 2.0, потому что за каждую арб тебе падает звезда. Ты идешь в квест, тебе падает звезда. Это круто, очень круто. Но и минус в том, что раньше истинные кристаллы лунного они стоили дешевле, а сейчас они стоят, как, я не знаю, очень надо много голды, чтобы их купить и точить тебе шмойку. И то не вариант, что она у тебя заточится на 100%, да и легенды или еще выше. Но шансы все равно подняли заточки, вон сколько постоянно сообщений выскакивает, что кто-то до эпохи заточил, намного больше, по крайней мере, на Мелиссаре, на Невре, я думаю, так же должно быть. Да, и скажу всем, ребят, кто меня сейчас в данном момент слушает, никогда слушайте меня, никогда не делайте так, как я делал это я, расскажу, как я это сделал. Я, у меня был посох Эрнард, хранителя вроде на выносливость, это было очень здорово, когда я купил его там, и была Ракана, Ракана первой эпохи, потом кого-то я послушал, кого-то, от кого-то я слышал какие-то либо советы, как проточить, вточить с релика до первой эпохи, или опустить, я очень надеялся, что у меня посох мой опустится, но вы сказали так, ломаешь в первую эпоху, а потом тучишь эрлик, ну и вот, я сломал Ракану, ну в принципе, я тоже пытался ее заточить, как бы, в принципе, с первой эпохи, это было бы здорово, там, знаете, третьей эпохи, это было бы круто, я бы сбегал с ней, а Эрнард исправдал бы, ну и Ракану сломал, выпало там шесть брусочков в первой эпохи, и Эрнард сломал, выпало там 31 брусочек, это распадало с дырков, блин, и просто такой негатив на самого себя, и говоришь, ты просто, ты подходишь вверху, и говоришь, Илья, ну ты дурак, просто, и, блин, посидел в игре, там, сказал, на писатом гильдии, вроде, сказал, мам, там, ребята, ребят, у меня такая проблема, блин, я сломал Эрнард и первого Ракана, кто-то там чаем подавился, вверху там полочкой подавился, и сказали, ну и дурак, но потом, что, какая-то таткана, наглянула, вышел с игры и пошел спать. Но не забил. Да, не забил, потому что семья, люди, которым ты доверяешь, с которыми ты играешь, могут как-то переубедить или подействовать на тебя. Допустим, он скажет, мы тебе поможем. Вот самое главное, заключительное слово, это мы тебе поможем, которого человека может вернуть в игру, ребят. и мой совет, никогда не точите стрели капуху, если у вас нету запасной, потому что сейчас мне нету запасной, я каким-то долбанным разбойником, в виде, никому не относится, это ко мне относится, потому что я ракожоп, из-за того, что я разбойником играю. я играю разбойником, сейчас у меня кипец кинжал, который с Нагашара и месяц с Нагашара. Так что никогда не точите пушки стрелика. Да, уж дельный совет жизненный. Ох, наверное, сейчас многие прям прослезились и вспомнили, как сами точились, очень много, я думаю, таких, которые ребята прям поддержат, тебя прочувствуют и снова проживут этот момент, когда точно так же, как и ты, сами сфейлили свое оружие. Ну, дай бог, чтобы оно упало в фиолетовое, да, а не вообще разрушилось, как это было у тебя. А расскажи мне вообще сейчас обстановку на сервере Neverwood с твоей стороны. Я знаю, Эхо говорил мне там, рассказывал, Хелочка тоже, соответственно, со своей стороны, но Запад, я думаю, у Запада должно быть свое видение. Расскажи вообще, что происходит, как происходит. Ну, скажу так, Калипсо, Респект, Респект и Уважуха. Почему? Потому что Калипсо сейчас нагибает всех. Кто там им не проявит, стоит, получается, потому что у Калипсо есть две гильди, получается, и большинство Запада и Свостока пришли к ним. К ним не знаю, почему, может, не знаю, но какой-то секрет или что-то там, не знаю, как-то поменяли там, ну, не знаю, умелые люди ушли к ним. и, скажем так, пока Запад не объеденится, не отдумается и не забыет о своих либо конфликтах и не пойдет на какие-то либо, как сказать, уступки или что-то либо такое. Компромисс. Компромисс, да. То ничего не получится в принципе. Ну, а есть на Западе какой-нибудь лидер, который, если сможет вот в Запад найти общий язык, который, человек, который поведет это все, сможет управлять людьми? Вот. Вот, ребят, дело, проблема в чем? В том, что нужен человек, который, он умеет общаться с людьми, умеет в какой-то момент скомандовать рейдом, да, не положить его. И, в принципе, хороший человек. Ну, это, конечно, не я, потому что я безответственный человек, который может там, допустим, какой-то момент там поднять руки вверх, ну, в смысле, я имею в виду там, собрать рейд и повезти куда-то либо. это бывает очень редко, скажем так, ну, сильно такой ответственный человек, а вот такого человека, ну, нету, потому что, скажем так, мант пытался как-то вот пойти на, как тебе сказать, не, ну, как, на, на, пойти человеком, на ты, блин, как же слово-то? На встречу, на контромисс. Да, 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 на встречу, получается. Манс хотел пойти на встречу к нашему линии и архемеду, получается, но, увы, что-то у них там не получилось, получается. Манс предлагал вроде пойти там забирать толком, забирать спортов, но, увы, что-то не так, что-то не то. Реально, что-то не так получилось. В принципе, для начала нужно, допустим, не вливаться в какую-то либо гильдию, а просто сидеть в одной говорилке, в одной говорилке, собраться по команде, там, допустим, кто-то в глобус офицеров кричит и собраться в одной либо точке собраться и все. А некоторые просто даже товарищу предлагали прийти в один мамбл, но, увы, он как-то отказался от этой идеи. Лучше сидеть своей, чем сидеть другой. Потом уже подслушать, получается, зайти, потом сказать своим главам. Может, из-за этого он и не захотел переходить в одну мамблу. Прямо тайны мадридского двора. Ясненько. А вот с западом понятно, в общем-то, люди есть, некому вести и у всех свои обиды. А восток? Кто на востоке? Для вас сейчас такой самый серьезный соперник? Пираты, понятное дело. Пираты сейчас, как я понимаю, все рассказывают о том, что они в общем-то берут все, что хотят, когда хотят, как хотят. Но, восток, кого ты там сможешь выделить, как хорошую, сильную, собранную гильдию? Я вот пытался, допустим, вот, я собрал, забирал на дракона, чтобы его просто потравить. Допустим, до этого я собирал коберна Глена, мы утравили просто где-то 7-8 раз. И мы, после того, как я собрал почти рейд, и мы забрали Глена. И так, и так, и так, пошло, поехало, мы забирали Глена. Это было здорово. После того, прошло какое-то время, очень много времени прошло, где-то месяца 3-4, и я собрал на дракона. И мы просто стояли, травили дракона. Пипец, это, ребят, это просто, знаете, что, когда люди с тобой идут в рейд, и тебя, скажем так, я, ну, офицер молчит, а сами начинают галдеть. Это жуть какая, потому что они просто, когда команда подходит сказать крылья, ребят, то, допустим, какой-то либо человек там стоит, крылья, то не слышат и не ставят. И, скажем так, у меня не секрет ни о том, что мы на драконе, пока мы травили его, воюкнулись 10 раз. Это просто он подлетает, крылья не стоят, мы возьмем опять. Быстренько-быстренько, гарпуны лежат 3 минуты, вроде, или 5. 5 минут, ага. Ну и вот, мы снули, быстренько долетаем, берем гарпуны, и опять же, по-новому мы стоим. Хотел вот на дракона, да, позвать гильду, там, манса. но, увы, у меня глава вильди сказал нет, и все. Типа, манса, он нас поносил там в чате, типа, ну, личное такое, знаешь, есть кто-то, а, типа, гильду нашу плохо отзывал с вами в чате. Ну, блин, ну, это же просто союз, получается, на РБ, на другое он получается, и мы так, опять же, будем морозить, получается, и хрым, и что заберем, получается. я им начинаю тоже вспоминать, получается, вот, Гвена мы же забрали, забрали, ну, конечно, своим количеством, потому что, когда у нас было больше, а сейчас у нас меньше, получается, у нас же Рида не собирается, какого-то, обязательно мельки, а вы что хотите, получается, так же, опять же, морозится, вы же так всех людей растеряете, да, и вот, получается, дело в том, что, ходил, гильдин, там, товарищу, я к товарищу даже зашел, я прихожу, прихожу с работы, пошел там, видео в нем и все, что дальше, ну, типа, вот, мы повышаем, люди, получается, повышаем, там, люди, получается, уровень, помогаем, апнуть, а что дальше, ты вот понимаешь, у тебя количество 100 человек, получается, в онлайне 25-30 человек есть, ты, войди куда-нибудь, ты, что-нибудь делать для них, вообще, или что-нибудь вообще, не знаю, пальцы веди, там, еще что-то сделать, то же самое, то, что не можно было, я, предлагал, говорил, чтобы, у нас глава, зарплату бы давал, зарплату бы им вовсе, допустим, сделали такую таблицу, допустим, да, типа, сколько кто сходил на рейды, получается, и от этого, как-то процентах, вот, вычитать это все, я пока еще не подумал над этим, как предложить это, в принципе, зарплата была, актуальна бы, некоторые, может, шмотки, шмотки бы продавали, эти деньги по дешевке, вот эти деньги, на гриду, шли бы, в принципе, ну и вот, потом ходил, краг на риоку, разговаривал с комалидином, комалидин, вообще против, говорю, комалидин, блин, скажи, вот смотри, вот он видишь, актуальный, у него, из него пушки падают, там, и щиты нормальные, блин, да, то же самое гладер, гладер, это вообще имба, ну, для некоторых было, у кого нет такого гладера, ну, и он, короче, как-то отморосился, и, сказал, что был ПВП, и все, я как-то настаивал, говорил ему, что так будет лучше, там, ну, и в итоге, нет, и все, твердо и нет, вот все, что я услышал от комалидина, сейчас, на востоке, на превосходе, превосходе, про, в, короче, против нас, рагнарёк, и, на данный момент, на данный момент, они хорошо держат свои позиции, в той или иной, скажем так, в ветке или сфере ПВП, ну, а вы с ними, как вообще, где пересекаетесь, с рагнароками? ну, в принципе, мы пересекаемся, только, в, 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 церковка, и, война между людьми. Ясно, ну, война, это, новая функция, да, тоже такая интересная, и очень своеобразная, даже, я бы сказала, дырявая, и, не знаю, я лично не очень в восторге, от этой всей системы войны, но, это дело такое. Ясно, спасибо тебе огромное за ответы, за истории твои, которые ты рассказал, а подскажи мне вообще, вот по-твоему, как, с кем мне лучше еще пообщаться, кого бы ты выделил, как интересного собеседника, кто может мне что-нибудь интересное, Невери, рассказать? Скажем так, Масамуне. Масамуне, потому что, этот человек, у него есть своя точка зрения, на всех людей, он получается, он какой-то, знаешь, оптимальный такой вывод делает, по-шедине получается. В принципе, скажем так, некоторые с ним соглашаются, некоторые нет. Особенно, может он и с правильной стороны посмотрит на эту всю, ситуацию на этом сервере и скажет свой вывод в итоге. Спасибо большое за информацию, за кандидатуру и за, в общем-то, интересный диалог. Желаю тебе удачи и дальше переодеться обратно в твой любимый класс тактика, новую пушку себе где-нибудь раздобыть, вот, чтобы ты продолжал играть и наслаждаться игрой, потому что я считаю, что игра должна в любом случае приносить удовольствие, она никак не может быть работой, она никак не может быть обузой. привет кому-нибудь хочешь передать? Хочу передать всем привет тем, кто со мной играл на сервере Antalon. Ребята, я вас помню. Спасибо огромное за это интервью, было очень круто и у меня было в первый раз. Буду ждать твоего следующего выпуска, твоей следующей части, мне будет интересно услышать мнения других, я, кстати, в принципе, делал на работе и смотрел первую, вторую, третью часть, кто что думает. Так что, до скорой встречи, Анна. Пока. Вот такой получилась четвертая часть видеоблога о сервере Never. Подписывайтесь на наш каналчик, заходите в группу ВКонтакте, жду ваших комментариев. Всем удачной и веселой игры и до новых встреч. Пока-пока.